У вас с двух сторон получится живая ткань, а со стороны сосочка питание надкосницы и ткани. И поэтому в данном случае и стабильность, и фиксация лоскута слизистой надкостичного будет максимальная. Второй вопрос. Почему мы оставляем, получается, на принимающем ложе, вот это расщепление мы оставляем надкосницу? А если вы работаете с двуслойной методикой, как будет жить ваш аутотрансплантат? Пластический материал выживет, с ним ничего не будет, он уже умер давно. А как будет питаться ваш аутотрансплантат в этом случае? Никак. Он у вас лежит на голой поверхности, он образует за счет диффузного питания вот этого принимающего ложе коллитерали в течение трех суток. И только потом он начинает уже интегрироваться в собственные ткани. Иначе он в первые трех суток умрет. Если вы скелетируете и оставите там голую кость без надкостницы, она вам ничего, эта кость не даст. Она закрытая, компактным слоем. И вообще и параллельно до вашего трансплантата абсолютно не собирается кормить. Именно поэтому вы очень правильно обратили внимание, это очень важно. Это то, почему в свое время отказались от однослойных методик, потому что они не приносили должного эстетического результата. И давали очень часто рецидивы. Все выучили разрез, полнослойный лоскут, скелетизация, мобилизация лоскута, переместили, натянули все до уха, ушили, а он через три месяца взял и отскочил. Не может он там жить в таком положении. Конечно, развитие методических техник, методик, наличие оптики, вот оно, что привело к модификациям вот этим. Потому что чем глубже мы погружаемся, чем точно мы начинаем воспринимать и видеть эти темы, то, с чем мы работаем, ткани, с которыми мы взаимодействуем, тем, конечно, точнее и качественнее, и прогнозируемее наши операции с вами. Значит, а теперь, какова, поговорим об обработке поверхности корма зуба. К большому сожалению, этому не уделяется должного внимания. Вот столько, сколько я статьи прочитала у наших отечественных, но, к сожалению, почему-то у нас это утрачило. Участие в макогендиальной хирургии, значит, обработка поверхности корма зуба. Давайте мы поговорим о том, с чем мы работаем. Великолепно, вот в самый корень зрителя. Устранение рецензии дистая, операция чистая. Как бы... Начало ключное. Мы говорили о том, что это все-таки чистая операция асептического, да, чистого характера. Я бы не сказала, что это, ну, нужно одеваться, как носимый слепь, он там, в скафандр, да. Ну, в общем, в целом... Как это потом сохранить, так условно. Вот. А теперь мы об этом поговорим. Значит, за годы контакта поверхность корня, обнаженная, за годы контакта с ротовой жидкостью, с ротовой полостью, была многократно контаминирована микроорганизмами всевозможными. А поскольку поверхность корня покрыта бесклеточным цементом формы, то он прекрасно впитывает в себя все, контаминирован. И, естественно, мы, закрывая эту поверхность корня, естественно, костичным ростом, оставляем отчат инфекции, там, по сути. Что нужно сделать для того, чтобы этого не было? Все очень просто. Мы обрабатываем поверхность корня ультразвуком в обязательном порядке. Даже если он только вчера был ультразвуком, это не имеет никакого значения. Вы обрабатываете всю поверхность корня тщательно, внимательно, ультразвуком. Вы берете ЭДТА, 17-процентный. Тот, кто из докторов занимается терапевтической деятельностью, знает, что это такое. У нас в России нет другого буфера, его не производят. 17-процентный. 17-процентный. А, в принципе, ну, в большем смысле. Это стандартный или так? Он стандартный, он продается просто у нас, да, именно в такой концентрации. В Италии он 23-х, но они почему-то никуда его больше не продают, я не знаю. 17-23-е, он в виде геля продает? Конечно, итальянцы 23-е используют, честно говоря, он не агрессивный, это же буферный компонент. Поэтому, по сути, даже если 23-е будете применить, ничего не решить. Главное, чтобы не меньше 17-ти была концентрация, потому что он иначе не выполняет тогда свою компонент. Ну, вот еще вопрос, да, теперь вот напишу, но некоторые точки, те же самые авторы, да, при методике, потом после всего этого доказывают антибиотик в ростовом виде, да, допустим. Какие авторы? А где вы этот человек прочел? Ну, когда вы смотрите, да, там, ну... Ну, расскажите, мне вообще очень интересно, я так вам никогда не читал. Но они обрабатывают поверхность как корня, так и в блокадах, да, если... Нет, это разные песни. Я вам сейчас скажу, о чем вы говорите. Была старая методика, обрабатывали поверхность корня по цепленной обзвесью. Разводили порошок. Да, я сама этим пользовалась, когда я в 2001 году начала оперировать в своей рецессе, я пользовалась этим. А не дает он никакого результата. Этот антибиотик, он здесь не как антибиотик применялся, а как аэратор поверхности корня. Смысл поднять из межклеточного пространства цемента всю вот эту дрянь, инфекцию, которая там засела, да, вот эти вот все отложения. Здесь именно нужен был буфер. И потом, когда нашли вообще легкое решение в гелеве, тем более формы, потому что вот эту лимонную кислоту мы разводили, этот рециклин мы разводили. Это все в полости рта удержать, эта жидкость на поверхности корня, это просто сложно технически, вот поверьте мне. Ну, полейте в воду, просто это то же самое. Вот, а там экспозиция 2 минуты должна быть. Да, экспозиция 2 минуты у всех. В общем, это, конечно, решение вопроса. Удобно, просто, доступно, в любом виде, можно заказать, купить, нанесли, экспозиция 2 минуты выдержали. Смываем мы водой и хлоргексидином. Ну, водой-физраствором, да, я имею в виду, конечно. Я даже просто удаляю немного, сначала тампоном, а потом уже смываю и промываю все это хлоргексидином. И последний этап, предпоследний этап обработки корня. После того, как вы нанесли ДТА, что произошло с корнем? Он стал пористый. Ну, хоть вся, так. Да, он глифером поднял все наверх, растворил жир на поверхности. Теперь вы берете параментологическую керету и просто снимаете кереты, все, весь вот это, ну, называется смазанный слой, по сути, да, с биопленками, там, со всеми. После того, как вы кереты все зачистили, до скрипа, до крепитации, как кариес лечен, как вот у нас учили в институте все, вы берете параментологический болт, заполировываете эту поверхность, потому что она должна быть гладкой и приятной на ощупь для слизистки, для слизистки, для слизистки, для слизистки. После того, как мы развеялись, да, слизистки? Я, конечно, а вы иначе травмируете просто лоскут, если вы будете это... Я даже после мобилизации, после деэпитализации сосочка уже всегда все это делаю, потому что иначе мы просто создадим какие-то, может быть, там, не каким-то даже резким движением кереты, можно порвать какую-то... Если слизистая, очень тонкая, если тонкий биотип у пациента, можно просто нанести вред операционному полю. Мы подготовили с вами поверхность корня. Теперь у нас следующий этап – это мобилизация с личными косичными волосами. А чем были люди? Бором парадонтальным специальным. Есть периодом тулсет, они называются 8 штук, их набори. Парадонтологи, которые работают, они знают эти боры, они фасолевидные, и усеченно-конусно-обратные, они только двух форм всегда бывают. Они специальной дисперсности имеют, четырех видов каждый из них, высота рабочей длины, они разные, отличаются. Мы их используем обычно, начиная со стайлинга, и заканчивая любое вмешательство, где поверхность корня надо обработать. Вот они применяются в любой из этих.